К другим темам, ежегодно в России от падения сосулек погибают десятки людей, а травмы получают больше полусотни. Автотранспорт, припаркованный возле домов, тоже часто попадает под снежную раздачу. Эта тема в центре внимания каждую зиму. Проблема по-прежнему актуальна. В ледяной истории, которую в одиночку безуспешно пытается решить жительница Магнитогорска, попыталась разобраться наша съемочная группа. Зима продолжает испытывать Магнитогорсов низкими температурами, но с другой стороны стабильный минус гарантированно защищает от образования ледяного нароста на крышах, козырьках и балконах. Тем удивительнее было обнаружить в январе с внешней стороны застекленной лоджией огромную наледь, которая растет буквально на глазах. С таким неожиданным природным явлением столкнулась Надежда Кишинева. Откуда такой поток? Я живу здесь 30 лет, но 17 лет застеклен балкон. И вот именно такая глыба льда у меня появилась в первый год. Вся эта ледяная история разворачивается в квартире Надежды Кишиневой по адресу улица Ворошилова, дом 39. Важно отметить, что квартира находится на последнем этаже десятиэтажного дома и выше только голуби и крыша. Глыба очень опасная. Я сама хожу, у меня дети ходят и другие. Я понимаю, что это уже угрожает просто жизни и здоровью людей. Жительница пыталась самостоятельно избавиться от этой зимней инсталляции. Отбивала молотком, прогревала феном, отливала кипятком. Но ледяная конструкция растет быстрее, чем ее удаляют. За несколько дней сосулька превратилась в огромный сталактит длиною в два этажа. За помощью Надежда обращалась в аварийную службу, в МЧС и, конечно, в свою родную управляющую компанию «Равновесие». Но везде получила отказ. Ваш балкон вы и устраняете. За правовыми разъяснениями мы обратились в объединение защиты прав потребителей. В нашем случае мы говорим о балконах. Тех, которых изначально не было при производстве этого дома. Мы видим, вот наглядно, я посмотрел фотографии, видно, что эти балконы смонтированы сами собственниками. Эта конструкция к общему имуществу не относится. И вот поддерживать ее в надлежащем порядке, то есть следить за своевременным тем, чтобы при использовании этой конструкции не причинялось вреда жизни и здоровью граждан, не создавалось каких-то угроз для населения, это обязанности самого собственника. Вроде все ясно и понятно. По законодательству, если лед упал с кондиционера или балкона, тем более здесь речь идет о самостейной выносной конструкции, виноват будет собственник нехорошей квартиры. Но откуда взялся такой водопад при стабильно низких температурах и только у этого домовладельца? У нас по весне и осени, когда снег тает, а по осени, когда дожди. Вот эта история продолжается, там потекает все. Они реагируют на заявку, но суть не меняет. Может быть, дело в неисправных инженерно-технических сетях на крыше? В управляющей компании «Равновесие» комментировать ситуацию отказались категорически. У меня что-то других сюжетов нет, что ли, для телевидения, кроме как съемка моих сотрудников? Де Юре. Управляющая компания действительно не несет ответственности за сосульки, которые опасно свисают с выносной конструкции, смонтированной собственником. Но де-факто, почему человек оказался один на один с непростой бытовой ситуацией? Ведь, по сути, Надежда Кишинева не отказывается взять на себя ответственность и ликвидировать огромный ледяной нарост. Она только просит о помощи. Но организация, которая занимается решением жилищно-бытовых проблем, не готова к конструктивному диалогу. И любимые российские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» по-прежнему остаются риторическими ровно до момента, когда пригреет солнце.